Ребята, Брукхэйвен агентство захватило, вы представляете? Знаете, что это означает? Это означает, что теперь Брукхэйвен принадлежит агентству? На самом деле нет, я пошутил, да. Не верите? Ну, я бы на вашем месте поверил бы мне, потому что мне можно верить, у меня на канале 400 тысяч подписчиков, мне верить можно. Нужно даже верить, я бы так сказал. В общем, господа хорошие, что хочу вам рассказать. Находимся мы, как вы видите, в прекрасном городе Брукхэйвен, под Москвой. Значит, прекрасный город, все замечательно. Здесь у нас, значит, агентство, через которое я могу проходить, входить в агентство и выходить, это просто прекрасно. И самое интересное, что здесь у нас есть, это агентство Дом. Дом агентства, офис агентства. Короче, вы когда-нибудь видели агентство изнутри? Помните вот этот мультик, который мы смотрели в Брукхэйвен, где вначале вот там вот в агентстве работал вот этот вот, как его, Маркус, Маркус Брукхэйвен, знаете вот это вот, ФБРовца? Вот он там работал. Помните этот мультик, который вот в кино можно посмотреть? Вот я про него и говорю. В общем, ребята, спешу вам сообщить, что у меня обновился мой официальный мерч. Ведь скоро Рождество и рождественские костюмы будут как нельзя кстати. В моей группе в Роблоксе ты найдешь полный ассортимент этой красоты. Сделал все я, лично я, да. Поэтому не забудь купить брендовую шмоточку от Брайса. Также ты можешь померить и посмотреть вживую эти вещи в моей игре, где вышло новое обновление, зимняя рождественская распродажа. Ты можешь купить там вещи, померить их и насладиться зимней атмосферой в моей игре. Спеши, ссылочка на группу будет в описании, там ты найдешь как мой мерч, так и мою игру. Поддержи канал и приобреди мерч Брайса. Здесь я нашел, значит, это Брукхейвен, видите, супер настоящий, который вот и должен быть. Сам Вульф Пак дал мне его и хочет, чтобы я показал вам, как жило агентство. И у меня там есть очень интересная догадка, от чего просто умрете. Ну, от удивления, скорее всего. Во-первых, посмотрите, что у нас здесь есть. Check-in, check-out. Знаете, что это означает? Это означает, что эта табличка очень сильно похожа на то, что мы видели где-то в хатах агентства. Самое интересное, это так и есть на самом деле. Вот, поверьте мне, я это сам лично видел своими глазами. Это одно и то же, то, что вот есть. Почему вот здесь эта табличка находится? Ну, скорее всего, агентство здесь детей воспитывает, чтобы они потом были агентством. Прикольно я придумал, да? Смотрите, тут сосочки, писочки и все есть. Ладно, идем, я вообще сюда позвал вас не ради того, чтобы рассматривать детские писочки. Ну, в плане вот эти, как поилочки, вот, да. Вот они здесь находятся, если что. Вот я про вот эти вот пип-пип... Я не знаю, как эти штуки называют. Сосочки? Ну, вот, короче, вот я про это вот говорю. Во-первых, что еще могу сказать? У меня здесь есть прекрасный экфон, который я держу очень интересным способом. Там, видите, загрузочка даже находится. И считаю, что загрузочка это прекрасно. Как по нему разговаривать, я не совсем уверен. Но, походу, мне не нужно вообще по нему разговаривать. Мне нужно ему просто показывать и говорить, что смотри, какой крутой у меня есть экфон. У кого есть тоже экфон, напишите в комментариях, господа. Ладно, двигаемся, значит, в нашу обитель агентства, которое находится здесь совершенно недалеко. И я хочу изучить каждую деталь этого агентства. И поверьте мне, там есть на что посмотреть. Вот. И вот этот пресловутый дом агентства. Agency. Видите, какая прекрасная, очень ровная крыша. Все прекрасно, хорошо. Идемте, я вам покажу. Мы сейчас зайдем с вами внутрь. С помощью моего экфона я уже набрал 911 на случай, если со мной что-то произойдет. И посмотрите на эту прикольную. Оказывается, агентство настолько мистическая организация, что у них даже дом стоит, точнее, летает, парит. Стоит на одном кирпиче. Видите, это просто прекрасно. Мне нравится, замечательно. Итак, мы находимся с вами внутри агентства. И вот сейчас по-чесноку вам скажу, на серьезных щах. По-серьезному я вам скажу, господа. Этот дом был в реальном Брукхейвен. Вы понимаете? Это первая версия Брукхейвена. И этот дом здесь был. Только вы никому не говорите. Только об этом знают только мои подписчики. Вы поняли? Значит, двигаемся сюда. Здесь у нас FBI. То есть, это вот здесь работал товарищ какой-то. Маркус Брукхейвен, да, сын мистера Брукхейвена. Посмотрите, видите, тут Agency. Вот здесь тык-тык-пук-пук можно сделать. Здесь у нас, я не знаю, что это такое. Вот. И давайте посмотрим, что у нас здесь вообще такое. Сразу видим. Огромный арсенал оружия здесь. Все у нас прекрасно, все схвачено. В этой вот прекрасной локации мы увидим SWAT. То есть, спецназ, да. Что-то вы же здесь у нас работал спецназ. И, по-моему, вот здесь мистер Брукхейн поплохело. Ну, видимо, вот этот вот сотрудник, так скажем, работает без компьютера. У него хватило денег только на клавиатуру. А здесь у нас полноценный уже взрослый дядя сидит и работает. Обратите внимание, что логотип Agency немножечко отличается. Он здесь вообще другой. Почему так? Потому что Agency изначально структура, где как раз-таки формировались ФБР, вот это, по-русски буду говорить. Вот, SWAT и полиция и прочее. Это вот, так скажем, специальное подразделение, агентство, да, где вот расследуют всякие эти. Вот. И вы заметите, что зеленый, зеленый логотип агентства, который мы все знаем, совершенно не похож на этот. Почему? Потому что то агентство плохое. Вы поняли? Оно очень плохое. Либо просто это, так скажем, кривой сюжет в игре. Вот, я не знаю. Ну, ладно, в общем. Вы видите, что здесь у нас, смотрите, SWAT. Это значит, что спецназ также работал на агентство. ФБР тоже работал на агентство, где у нас и стоял вот этот вот Маркус, Брукхейвен, да. И давайте поднимемся наверх. Там будет очень много интересного. Во-первых, у нас здесь, посмотрите, какая прекрасная, так скажем, верандочка. Или как-то балкончик. Абсолютно пустое здание еще тут нет. Но мне кажется, в оригинале это все бы было. Просто, ну, не знаю, какая-то локация кривая. Вы представьте, вот этой локации, где я сейчас нахожусь, лет 4-3. Ну, то есть, это прям супер-супер много лет. Да, 3 года есть, 100%. Это прям жесть. Понятное дело, что найти в оригинале такой объект... Мне кажется, даже у Вольф Пака такого дома не осталось нигде. Он его найти не сможет. Вот я почему-то, я так уверен. И найти, конечно, очень тяжело. Ой, тут аккуратно нужно, можно свалиться, сломать себе шею. Забираемся наверх. Что мы видим дальше? Дальше вот здесь мы видим... Честно, я не знаю, что это. Вы, конечно, можете написать в комментариях. Но похоже на какую-то совещательную. Но тут как-то не очень удобно совещаться. Как бы ты стоишь слишком близко к этим. И тут всего две этих. И те, которые сидят вот здесь, они просто могут тебя не видеть. Но тут есть сзади какое-то пространство. И я не знаю, зачем это. Серьезно. Очень странное место. Может быть, это какой-то памятник или хрен его знает. Но честно вам признаюсь, я абсолютно не знаю, зачем эта комната. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете. Но у меня лично вообще большие сомнения насчет этого. И теперь мы возвращаемся, ребята, к самому интересному. К самому... Дайте, что ж это камера там у меня плохо работает. Самому интересному, ребята. Мы поднимаемся еще выше. Потому что на самом верху... Вот просто, если вы сейчас стоите, присядьте. Потому что то, что вы сейчас увидите, повергнет вас в шок. Я вам честно говорю, ребята. Честно говорю, клянусь своим экфоном. Короче, поднимаемся наверх. И вы сейчас увидите кое-что. Опа! Вы знаете английский, да? Знаете, что тут написано? Здесь написано, что это офис майора. А кто такой майор? Знаете, кто такой майор? Это мэр! Это мэр! Здесь жил мэр города. Да? Посмотрите. У меня также, кстати, светится колесико. Здесь жил мэр города. Что? Серьезно? Вы об этом, да? Я, конечно, дико извиняюсь, но я, наверное, переведу слово майор, потому что, возможно, это не мэр. Но если мэр, вы сейчас офигеете. Да, я, оказывается, очень хорошо знаю английский. И мои, так скажем, предположения, да, точнее, мои знания подтвердились. Майор на английском действительно будет мэр. Значит, здесь у нас в агентстве жил мэр. А кто у нас мэр Брукхейвена? Мистер Брукхейвен, конечно же. И, значит, мистер Брукхейвен командовал агентством. И, значит, поэтому его ичит агентство. И, значит, он у нас непосредственно участник агентства. Короче, я не понимаю, зачем тогда ему надо было внедрять своего агента, точнее, своего сына в агентство, если он и так работал в агентстве. И вообще, я не знаю. Напишите в комментариях ваши догадки. И, значит, я не знаю.